Я в прошлый раз рассказывал, помнишь, да, о настоятеле Сергея, который заставлял есть ребенка Кал, который избивал и развращал собственных детей. И выяснилось, благодаря чему эти дети нашли в себе храбрость написать на своих родителей, заявить, выбраться из этих подвалов. Благодаря чему эти старшие дети изъяли из семьи младших и увезли их. Оказывается, все они смотрели невзоровские среды, это чтобы вы все знали. И пытались заставить своих родителей их смотреть. Да, и об этом есть документальные подтверждения, где Попик во всем, в разрушении своей деятельности и в разрушении своих отношений с детьми обвиняет меня. Что мне было, не скрою, чрезвычайно приятно. Мы видим, что вот, например, объявился некий монах-схимник Малахия. Он фамилия Курачев, как большинство русских духовицев-схимников, он, конечно, судимый вор-рецидивист. И к нему на поклон привезли для изгнания бесов маленькую девочку, только на том основании, что девочка-атеистка. И из девочки атеизм этот боговдохновенный старец выбивал большим тяжелым крестом, ударами большого тяжелого креста. В Петербурге прошел тайный съезд православных друзей коронавируса. По городу целый день ездило шесть черных конспиративных икарусов, битком набитых православными активистами. И они всю дорогу в каждом автобусе, меняя докладчиков, читали друг к другу доклады. Там было примерно 200 человек. Там же, Оля, выяснилось, кто является главными агентами тех рептилоидов, которые заставляют россиян носить маски. Ты знаешь, кто главный агент рептилоидов? Это кассирши универсамов и магазинов. Понятно. Пятерочка, как всегда, нагадила. Это родовой отряд рептилоидов, умело замаскированный. И они учили, вот эти православные люди, учили друг друга, как выразительно хамить и осаживать этих продавщиц. Они мотались целый день, рассказывая, как на Россию одевают намордник. И, наконец, потом в городе для них местечко все-таки нашлось. Вот чтобы принять эти 200 спасателей, планеты, наконец, где они могли бы пропить тропарь преподобной Бонни, потому что они почитают эту девушку как одну из спасительниц планеты от рептилоидов, нашлась детская игровая площадка в ТРК Гранд Каньон. Там есть действительно площадка, где стоят ростовые крокодилы, гены, чебурашки. Я не случайно говорю, потому что, когда православные пришли, им надо было где-то расположить иконы торжественно. И никого, кроме гены и чебурашки, которые могли бы перед заседанием держать иконостас, не нашлось. И вот там они долго оскорбляли маски, рептилоидов, гигиену как таковую вообще. И вот еще я, кстати говоря, хотел тебе сказать, что сейчас можно с помощью простых цифр кому угодно объяснить, до какой степени опасна церковь в настоящую минуту. Вот не растекаясь мыслями по древу, вот за доковидный 2019 год в РПЦ по естественным причинам от различных болезней глубокой старости умерло примерно 60 человек. 60 попов, да, я не говорю про всех остальных служек. С апреля 2020 по настоящий день умерло 172 попов. Это показывает лучше всяких слов концентрацию заразы в церкви. Это говорят, что у них вредная работа, Александр Гребович. Да, конечно, но они еще ухитряются вредить и всем остальным. То есть у них такая, я бы сказал, работа вреден и вредная тоже. Продолжение следует...